Просто речь идет в том, что даже если мы так думаем, это не значит, что мы тут же перестанем все есть. Нет, а если он не придет. Поэтому здесь как раз и заключается в том, что и в этом случае, и в предыдущем, и в этом случае речь идет о преобразовании нашего ума. Постепенного преобразования нашего ума. Причем непосредственно связано с тематикой нашей лекции. Почему? Потому что у нас очень много понимания взаимозависимых аспектов. Допустим, если взять даже в любом из этих тренировок, да, понятно, что каждый по-своему определил. И для чего он это сделал? Он для того, чтобы духовно быть спокойным. Он взял, принял обет. Это его некий аспект духовного, скажем так, как его ступеньки называется? Встал на следующую ступень, так, духовного развития, скажем так. Ну, почему же. Вот. Он в любом случае это так. Но тем не менее, так или иначе, дальше идя, дальше развивая себя, дальше расширяя собственный кругозор, уперся в одну проблему, ну, не проблему, а вопрос потом другой, третий, куча вопросов накопилось. Потом он действительно опять идет о процессе переосмысления. Пройдя этот процесс, опять встает еще на ступеньку своей духовности чуть-чуть повыше. И вот так вот постепенно, постепенно, действительно, каждый из нас рано или поздно из-за обычного, да, прихожанина, который просто приносит еду и все остальное, постепенно, постепенно он становится глубоко понимающим и так далее, понимающей личности. Постепенно из разряда нижней личности переходит в разряд средней личности. Из-за разряда средней личности переходит в разряд высшей личности. Самое, что интересно, что действительно, ведь у нас очень много побудительных аспектов. Здесь вот как раз вера в тре драгоценности, она ведь в чем и заключается. Если человек принял приближище, он будет на это опираться. Он будет на это идти и, допустим, вера в тре драгоценности даст ему возможность, по крайней мере, избавляться от многих других пороков нашего сознания. Почему? Потому что вот раньше ходил, занес руку, ох, нельзя, и все. И таким образом избавил себя от неких кармических аспектов. И так далее, и так далее. В этом смысле, вот то и дело, что, если посмотреть на нашу жизнь, она состоит из двух вопросов. Да или нет, или нельзя, или можно, по большому счету. В этом смысле, даже когда мы определяем, собственно, и исследуем любое из наших амитов, то мы действительно идем по этому пути. Нельзя. Но если так, то можно. И вот такая вот работа над самим собой. Потом говорят, нет, здесь я мог бы все-таки обойтись без этого. И так далее. И постепенно, 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 все равно, так или иначе, приводим к себе либо на более высокую степень. Но, тем не менее, вы должны понять, что теория взаимыслия так сложна, что это не значит, что мы не имеем возможности упасть. Вот вторая вопрос. Очень имею возможности глубоко упасть и опять свалиться в сансару. Ну, и опять это полезно. Полезно почему? Потому что как раз понимание порочности сансары, понимание как раз первой благородной истины о страдании. Она и так, и так, она нас этому будет обречать. Спасибо огромное за то, что вы сказали. Вот тот аспект, о котором вы постоянно напоминаете, о том, что существам необходимо двигаться. Я его, как обычно, упустил, потому что я, видимо, из эсселексизма исхожу, из своих представлений. Это неправильно, потому что, к несчастью, это не так. И вот второй момент, единственное, что у меня возникает еще такой вопрос для завершения объяснения, он состоит вот в чем. Здесь не получается ли, что, как бы не видя цель обетов именно прояснений благородных истин, а придавая им самостоятельное, практически слабхавное озвучание, мы можем, нет, причем здесь речи даже не идет, что обеты не надо брать, не надо соблюдать. Это тогда и не будет достигнуть результата, не будет достигнута разочарования в санцаре. То есть я ни в коем случае их не отрицаю. Я просто хочу на это... Я фразу продолжу, даже вернувшись назад. То есть логика такая, что если мы обетом, тем не менее, придадим фактически слабхавный смысл, то есть самоприсущий, таким образом не получится ли, что мы можем натолкнуть людей на представление о мире, но может быть в школах, не относящихся к Матхиаму Кипра-Сангике, это даже допустимо, то есть о существовании некоего реального мира, о несуществовании действительности подобное отражение луны в воде, как вот учат в Матхиаму Кипра-Сангике. То есть вот здесь, может быть, не может ли крыться вот такой опасности, что мы наполняя обеты, то есть говоря, что цель обетов не изменение состояния ума, а цель обетов именно соблюдение самих обетов, люди же обладают большим невежеством. Они вот, как я вот часто разговариваю с вегетарианцами, но вот действительно им очень бы полезно прочитать Лан Рим Цанкапа. Там, кстати, о количестве существ Цанкапа пишет, и в том числе, что в принципе жизни равны, и получается так, что, значит, там убили одну корову, и вся деревня поела, или уничтожили сто тысяч коротов и выпекли три буханки хлеба враспашке. И вот получается очень, да, что вот еще подумаешь, вегетарианство или мясоедение, да, вот как оно весит. Ну вот, если мы говорим, что только сами обеты нужны, а изменение ума, оно не важно, вот мы не подталкиваем людей вот к такому наивному реализму, что действительно, а чего там с умом, вот ведь реально только достиг того, что не убиваешь никого, а подразумевается, что только людей не убиваешь, и все, и уже вот меня заберите в ту шипа. Спасибо, учитель. Ну, в первую очередь, конечно, мы должны понять, как раз подтверждение того, что мы постепенно развивали, что человек, принявший обеты, может действительно представлять, как некую такую вот, как вы говорите, сабхавный образ для себя создать и таким образом практиковать. Это не исключено, понимаете. То есть мы говорим о том, что ведь это действительно так, но тем не менее через это человек должен пройти. Сначала он так, потом глубже начинает изучать то же самое учение, понимать пустотность всех явлений и вещей, понимать это и так далее. И в конце концов он начинает формировать свое правильное сознание к этому. В любом случае оно будет формироваться. Конечно, я почему еще раз подчеркиваю, что оно не лишено падения. Ну, а как? Без этого никак. Но тем не менее, даже падение, надо всегда осознавать, и оно полезно. Мы, говоря о падении, мы понимаем, что мы увеличим собственные страдания. Но эти страдания увеличивают о собственной невежестве, по большому счету. Поэтому, как в этом смысле говорится, если ты не знаешь, что плита горячая, допустим, то ты прислонился и обжегся. Ведь природа твоего обжигания, получения этого страдания, заключается в собственном невидении, по большому счету. И поэтому в следующий раз ты прикасаться к плите не будешь. Понятно, в чем заключается важное свечение. Оно примерно, это та инструкция, которая говорит, нельзя прикасаться к горячей плите. Но в том и заключается вся истинность, то, что касаясься ты, если ты не касаешься, ты один какой-то аспект истины осваившего. Если ты прикоснулся, понятно, что ты опять-таки получил такой же результат. Вот что важно. То есть ты... И поэтому, когда мы говорим о сабхавности, когда мы говорим о этих пониманиях, все равно мы через это должны пройти. Вот в чем и заключается сложность кармических лечений. Почему все страдания в нашей жизни происходят? А потому что мы действительно находимся в невидении. Вот та же дейская мудрость, к которой мы там это и так далее, идем и так далее, все зависит от нашего невидения. Во-первых, когда мы совершаем ошибки, то мы эти ошибки правильно не прорабатываем. Поэтому мы опять их совершаем вновь. Второй момент, если мы совершаем ошибки и прорабатываем, то мы идем уже правильно, то мы идем и развиваемся в этот случай. Но опять-таки получается, если мы не проработали правильно, когда возвращаюсь опять вновь, Оно же нам говорит опять же, вот думай правильно, делай правильный вывод. В этом смысле как раз в нашей жизни, вот в чем и заключается, что мы, совершая ошибки, 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 видим ту или иную нашу неправильность как таковую. Но в связи с тем, что ведь речь идет о том, что задача и заключается в том, что некий внутренний посыл. Вот внутренний, в чем заключается идея буддизма. В первую очередь это сделать себя в первую очередь спокойным, счастливым и внутренне, так называемым, цельным человеком. А все остальное уже после всего этого проявится, по-моему, никуда оно не денется. И, соответственно, естественно, мы говорим об учении, которое ведет вот именно по пути к достижению вот такого вот внутреннего, как мы говорим, состояния сознания, подобное в аджере, скажем так, подобное, которое невозможно, скажем так, изменить. Все остальное изменчиво. Но мы по этому пути будем идти долго и все остальное, поэтому потихоньку, потихоньку, все равно соглашаясь, не соглашаясь, идя, не идя, совершая ошибки, не совершая ошибки, все равно мы по этому пути идем. В этом и заключается, что в буддизме как раз и заключается само по себе, что рано или поздно все живые существа станут буддами. Вот в чем и заключается. В том, что действительно так и будет, потому что из аспекта этой логики видно будет. Понятно, что когда, это еще неизвестно, потому что, может быть, не знаю, не одну тысячу ионов, не кальпус, а ионов там, существование мира пройдет и пройдет это все, может быть, придет тот момент, когда все мы станем просветленными существа. Но сама логика как раз об этом говорит, что, в общем-то, постепенно-постепенно практиковая, основываясь именно на том, что мы внутри себя имеем такой потенциал духовный, стабильный духовный потенциал в себе развивали, мы действительно достигаем очень больших для себя результатов. Как правильно подрабатывать ошибки? Правильно все? Подрабатывать ошибки. Ну, в первую очередь, видите, ошибки же разные бывают, поэтому каждая ошибка, она имеет, как бы, ну, несколько специфическую свою, так скажем так, основу, скажем так. Но, тем не менее, ориентир простой. Вот именно 10 добродетелей, 10 недобродетелей. Вот ориентир простой. Там, убил ли ты, схватил ли чужое, там, или там, еще что-то, исходя из этих 10 обедов. А последнее, тем более, не является ли это твоей страстью, не является ли это твоей злобностью по отношению, или ненавистью, или не является ли это твоим невидимым. Все, если мы исходим из этого, любую ошибку можно отнести именно таким, квалифицировать именно по таким признакам. Получается, на каждую ошибку есть своя проработка какая-то, но в чем заключается тогда неправильность проработки? Ну, речь идет о том, что, допустим, часто бывает так, простой пример такой, допустим, если мы, скажем так, совершили какое-то неблагое действие, скажем так. Мы же должны это неправильное действие либо оправдать, либо не оправдать для самих себя. Допустим, ну, взял я чужое что-то, допустим. Я должен для себя определить, зачем я его взял, допустим. Ну, страсти было много. В том, что необходимость тоже была, в общем, мне нужно было там покормить, как часто бывает, своих детей, которые там завтра, послезавтра, вот там без еды останутся, значит, умрут голодной смертью, допустим. Когда мы говорим об этом, то фактор воровства, он действительно менее тяжел, чем там фактор убийства. То есть, если я не покормил своих, там, девчонышей, допустим, не украл что-то, в общем-то, в этом плане, значит, имеет место. Ну, и так далее, и так далее. Это с позиции Амитова. Это не значит, что это, вы должны понять, это как бы некий элемент собственной духовной проработки. Это не значит, что так надо. Это процесс некого такого оправдания внутреннего своего поступка, что я уже совершил. Но, тем не менее, чтобы была более-менее ясно, мы говорим, что вот я сравниваю, я совершил простуду. Значит, понятно, почему я совершил. Теперь мы задаем вопрос, что нужно сделать, чтобы его больше не было. И вот тут понятно, что всегда должна быть еда у моих, чтобы не создавалось условия для совершения еще большего недобродетеля. И так далее, и так далее. И все делали для того, чтобы этого не было. Ну, вот так вот, кратко. А как детали, детали, это очень сложно туда залезть, там, по всем другим параметрам судить. Что, получается, что неправильная проработка – это и есть оправдание? Что называется словом «проработка»? Это не оправдание, просто мы, мы же ведь, в чем заключается, мы не оправдываем себя, мы же ведь в первую очередь, любой поступок, мы должны определить, почему мы его совершили. Ведь он уже совершен. Как вы можете его, вы же себя не оправдываете, но, тем не менее, вы должны себе ответить на вопрос, почему я это сделал вообще-то? Почему я это сделал? Какой был выбор у меня? Был бы выбор, был ли выбор у меня, или не выбор? Не было выбора, если ваш поступок был сугубо эгоистичен, скажем так, чтобы у вас не было нужды, там, допустим, врать ради кого-то, допустим, да, воровать ради кого-то, еще что-то. Это вообще проступок в чистом виде, по большому сути, там, допустим, то есть нету никаких таких позитивно оправдывающих факторов, по большому сути. Но, тем не менее, мы как раз и говорим, что ни в коем случае нельзя оправдательный какой-то аспект иметь. Просто мы говорим о том, что ведь это и есть такая духовная проработка, скажем так, наша, потому что до этого я что делал? До этого я мысленно считал, что воровать можно, если ради кого-то. Понимаете, в чем дело? Ведь мы же ради этого, прояснение всего этого, этим занимаемся, так сказать, такой духовной проработкой. И поэтому в этом смысле, конечно, и заключается в этом смысле сам по себе. А потом берем обед, вот вы как раз и прибежьте, когда читаете, вот мы почему очень часто говорим. Вот вы взяли обязательства, вечером проведаете, насколько вы совершили, не совершили. И вот такой вопрос возникли. Так или иначе, в любом случае, почему я такой процесс совершил, почему я там на кого-то обиделся, почему я на кого-то разозлился, почему я его того-то обругал. Какие были условия, а он на тебя неправильно посмотрел, а он меня обозвал так-то. Еще раз, кстати, разные же случаи. И вот каждая вот такая вот внутренняя проработка, она обязательно нужна, мало, это нужна она вам. Потому что, если вы определили для себя, что, допустим, я отругал человека или обозвал его, потому что он меня обозвал, то тогда вы должны прорабатывать один из моментов, заключаясь в том, что, если вы говорите, а если меня так будут обзывать, неужели я буду опять-то так же буду им так же отвечать, понимаете? Стоит ли вообще так делать? И вот это и есть будет проработка. И вы для себя делаете вывод, однозначно вы скажете, а зачем это делать? Это ничего хорошего не приводит. Так и здесь я, допустим, украли ради детей. Задаете вопрос, ну тогда надо ради детей все время красить? Нет? И тогда вы говорите, ладно, хорошо, теперь понял. И значит, красить ни в коем случае не надо. Значит, надо сделать так, чтобы мои дети или там еще что-то были обеспечены, чтобы голодной смерти не было так, скажем так. То есть они были обеспечены едой и правильно, скажем так. Вот тогда вот таким образом, постепенно, постепенно таким образом решая вопросы, мы и себя делаем лучшим. И даем возможность, потому что это я не все говорю. Допустим, очень много причин и условий говорят, а у меня нет работы. Ну и так далее, и так далее. Я просто просну ситуацию рассматривать, а начнем, конечно, там, сейчас нет работы, еще нету, того нету, того нету, и так далее. И таким образом, в конце концов, в чем и заключается, что так или иначе, даже если я сейчас так поступлю, я ни в коем случае не должен совершать это в будущем. Так можно объяснить. Так и мы действуем в других вещах, если мы говорим совершенствоваться, допустим, в плане и убийства, и вороства, и все остальное. Так, так, как я вижу, как я делаю это. Так, как я делаю это. Все? Все? Ладно? Хорошо. Следую вопросу, тогда закончим. Закончили, как правило, молитвы, чтобы все, что вы сегодня поняли, заслужило вам именно благом и развивало, чтобы у вас в будущем не было падений, чтобы вы развивались и становились все лучше и лучше. Закончили, как правило. Закончили, как правило. Закончили, как правило. Закончили, как правило. Продолжение следует...